В мире синглов сведение альбома Сведение альбома в одном проекте требует достаточно подробного планирования всех своих действий. Для начала следует пересмотреть мультитреки на предмет повторяющихся дорожек, поскольку все, что можно сгруппировать в альбоме, следует группировать. Давайте посмотрим на экран. Вы можете заметить, что дорожки барабанов для всех треков находятся на одной линии. То же самое касается баса, гитар и всех остальных инструментов. Синтезаторы, вокалы, все сгруппировано максимально подробно. В то же время вы можете заметить, что дорожки эффектов расположены одна под одной. Я не стал группировать их на одну дорожку, чтобы была дополнительная возможность маневра в ситуациях, когда это нужно. То есть мы ищем максимально идеальный баланс между компактностью проекта и его юзабельностью. То есть мы делаем так, чтобы наш рабочий процесс был максимально быстрым и комфортным. Следующий важный момент – это циклические маркеры. Вы видите, что каждая песня обозначена своим цветом, а также подписана, исходя из названия каждой аудиокомпозиции. Вместе с циклическими маркерами также я прорисовал автоматизацию темпа. Это нужно для корректной работы пространственных эффектов, в первую очередь дилея. Возвращаясь к маркерам, вы можете спросить, почему я не использовал обычные маркеры. Обычные маркеры мне могли бы пригодиться для разделения отдельных частей каждого из треков. Но в ситуации с этим альбомом мне это было не нужно. Тем не менее, я заранее планирую, что что-то может понадобиться. Если понадобится – хорошо, не понадобится – вообще отлично. Следующий важный момент – демо треки. Вы можете заметить, что под каждым миксом находится превью песни, которые я получил от артиста. Демо треки нужны для сравнения и понимания того, что мы движемся в правильном направлении, в процессе формирования звучания, а не в каком-то направлении, которое приведет нас к ужасному итогу. Давайте посмотрим, как это все работает. Послушаем первую песню. Сейчас мы слушаем микс. А теперь мы слушаем демо. Демо. Демо помогает мне понять, какой баланс инструментов должен быть в миксе. Конечно, демо звучит намного хуже, чем микс. Но иначе быть и не должно. Тем не менее, базовый баланс инструментов совпадает. Демо треки. Прекрасно. Демо треки. Демо треки. Демо треки. в работе, особенно после многих и многих часов манипуляций с отдельными компонентами миксов. Движемся дальше. Поскольку мы работаем с целым альбомом, мы не можем обойтись без автоматизации. В первую очередь это автоматизация панорамы и громкости. Вы можете заметить, что на дорожках вокала в одной песне мы работаем с одними значениями панорамы L15, R15, а уже в следующей песне панорама находится в значениях L50 и R50. Я мог бы разделить дорожки вокала на отдельные треки, но тогда проект стал бы слишком громоздким. А если можно просто прописать автоматизацию панорамы, лучше это сделать. Также достаточно много изменений панорамы присутствует на гитарах. Например, вот здесь. Вы можете видеть, что гитары сначала звучат пошире, а потом на пятой песне немного сужаются к центру и уже на седьмой песне опять возвращаются к более широким значениям. Автоматизация громкости в этом проекте в первую очередь касается барабанов. В зависимости от песни барабаны звучат то громче, то тише, а также мы видим некоторые изменения громкости на сбивках для того, чтобы выделить те или иные фрагменты партии ударных. Автоматизацию громкости я делаю как на фейдере, так и на аудиоклипах. Для чего это нужно? Это позволяет контролировать входную громкость и выходную громкость дороже. Помимо автоматизации панорамы и громкости я достаточно много автоматизирую эквалайзеры, динамические эквалайзеры, компрессоры и пространственную обработку. Давайте перемотаем проект к вокалу и посмотрим на вот этот фрагмент. Вы можете видеть, что на концах вокальных фраз включается дополнительная линия дилея, а также усиливается реверберация. Послушаем. Это нужно для того, чтобы окончания фраз были более впечатляющими по звуку. Подобные настройки мы видим и на других треках. Например, вот здесь и здесь. Другими интересными автоматизационными движениями является включение эквалайзера и динамического эквалайзера или мультибенд компрессора на гитару. Например, в шестой песне эквалайзер на гитарах включается для того, чтобы слегка освободить место для голоса и выключается, когда голос перестает звучать. Давайте послушаем. И перемотаем немного дальше. И вот эквалайзер уже выключен и мы слышим гитару на переднем плане. То же самое касается, например, включения мультибенд динамикс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минимальная компрессия, которая будет включаться только там, где низкие частоты будут слишком массивными. Это нужно, чтобы сделать микс более чистым. Среди прочих автоматизаций, которые я использую в этом проекте, можно назвать включение эквалайзеров, добавляющих высокие частоты, а также сатураторов, которые позволяют выделить тот или иной инструмент в миксе. Например, вот здесь, на гитарах вы можете увидеть, как включаются и выключаются джейд, а также блэкбокс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас они звучат, а вот здесь... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они выключены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, в бро... Вы видите, что по большей части автоматизация работает там, где нужно перебалансировать звучание вокала и гитар в миксе. То есть мы либо даем место голосу, либо даем место гитарам. И это работает очень хорошо. В контексте всего альбома такая обработка звучит более интересно, динамично, живо и приятно на слух. Работая в Cubase, у меня есть возможность некоторые эффекты оставлять в реальном времени, но не на дорожках. Для этого я использую функцию Direct Offline Processing. В первую очередь, в вот этом конкретном альбоме она используется на дорожках синтезаторов. Если вы видите вот такой значок на аудиоклипе, это значит, что на нем находится какая-то обработка. Давайте посмотрим, например, на вот этот синтезатор. Здесь вы видите, что я использовал виртуальный магнитофон, чтобы сделать звучание синтезатора более мягким. Я бы мог деструктивно отредактировать эту дорожку, но в процессе сведения я заметил, что я постоянно изменяю значение магнитофона, то добавляя высоких частот, то ослабляя их. И поэтому мне проще держать эффект прямо на аудиоклипе, а не автоматизировать его и добавлять непосредственно на трек. Кроме того, дорожки синтезаторов, как вы видите, в этом проекте сгруппированы достаточно компактно. И на самих треках я использую только ту обработку, которая может использоваться для всех синтезаторов по всем трекам. Посмотрим что-нибудь еще. Здесь вы видите, что помимо тейп-машины, я использую эквалайзер, который слегка ослабляет высокие и низкие частоты на синтезаторах. Опять же, тейп-машина. И вот этот плагин, кстати, достаточно жручий, а в Direct Offline Processing он не использует никакой процессорной мощности, потому что находится в состоянии пререндеринга. Кстати, вот этот функционал в свое время заставил меня попробовать Cubase, и, как показывает практика, он же заставил меня и перейти на эту программу. Касательно функционала Cubase, который помогает мне в работе с альбомами, я бы хотел показать вам вот эту функцию. Когда я нахожусь на каком-то треке альбома, я могу выбрать Show Channels for Tracks with Data at the Cursor Position. И таким образом в микшере я буду видеть только те аудиодорожки, которые находятся под курсором. Это удобно в ситуациях, когда нужно сфокусироваться на какой-то отдельной песне альбома, а не видеть широкое поле возможностей. Ну и, конечно, самой главной функцией, которая помогает в Cubase сводить альбомы, является новое окно рендера, которое появилось совсем недавно в версии Cubase 11. Вы можете видеть, что в этом окне Export Range находится на Cycle Markers. То есть, таким образом, я могу выделить все циклические маркеры альбома, выбрать для них соответствующее название, добавить в очередь, и когда я нажму на Start Export, каждый трек альбома или каждая песня альбома будет экспортирована в свою аудиодорожку. Это очень удобно, когда в проекте присутствует огромное количество обработок, как это у меня, и время рендера оказывается достаточно приличным. Вот этот альбом будет экспортироваться около часа, и я могу просто добавить в очередь все дорожки и пойти заниматься своими делами, пока Cubase выполняет работу. Это намного удобнее, чем было раньше, когда каждую песню приходилось экспортировать независимо. И последний, но не менее важный момент — мастер-канал. Вы можете заметить, что в этом альбоме для всех песен я использую одну общую шину to bass, которая и выполняет функцию мастера. Я это делаю для того, чтобы у альбома было единое звучание, чтобы песни звучали максимально однородно и последовательно, друг после друга. Сведение альбома в одном проекте — это очень интересный опыт. Сегодня я показал вам наиболее важные, по крайней мере, на мой взгляд, моменты, которые отличают работу с отдельными треками, с синглами, от работы над целым альбомом в единой конве единого проекта. Если вы спросите меня, лучше ли будут звучать песни, если будут сведены в одном проекте, я, пожалуй, скажу «да». Потому что, когда у нас есть возможность мгновенно прослушать всю канву аудиокомпозиций, это дорогого стоит. В таком случае, альбом уже кажется не набором синглов, а цельной и завершенной работой. Если вы никогда не сводили альбомы в едином проекте, попробуйте и напишите свои впечатления в комментариях. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!